Именно непосредственная установка комбикорма, про которую я вам до этого рассказывал. Это сделано на базе Троппер, австрийская фирма, поставщики МКЗ, Минский завод по производству мобильных заводов. Вообще, эта установка раньше предусматривалась как передвижная, то есть на базе, мы тогда хотели ее покупать, по-моему, Мерседес. Они предоставляли, но в связи с тем, что по программе у нас мобильные комбикормовые заводы не проходят, нет их просто-напросто в списке, в приказе Министерства России, которое может субсидировать, то мы заказали установку на стационарную, но поместили ее на базе именно агропарка, потому что здесь поголовье и, в принципе, необходимость в этом присутствовала больше. Но отсюда, вот согласно у нас этой установке сделали бункера, идет развоз по всем нашим пайщикам. То есть в зависимости от заказа, заявок, ребята, операторы делают. Значит, установка автоматизирована, ну, так скажем, полностью. Есть компьютер, который может рацион подбирать, исходя из, ну, ваших, допустим, пожеланий, вашей заявки. Это вот Диана Сырьевна, если хотите, она может конкретно рассказать, да, рецептуру, допустим, прописываете, заказываете какая. Соответственно, все это в процентном соотношении закладывается установку и производится помол. Помол, здесь только помол, нету гранулятора, это, ну, дополнительная функция, так скажем, ну, это отдельная общая линия. Ну, по крайней мере, это все нас пока устраивает. Еще раз говорю, здесь предусмотрена возможность выработки до 19-20 тонн в час. Ну, в принципе, она загружена по 12-13 тонн мы на ней делаем при необходимости. По ингредиентам, это вот Диана Алексеевна, непосредственно технолог, которая, знаете, что тебе, Сергей, Диана Сергеевна, непосредственно расскажет, если кто-то проявит интерес. Так, как я сказала, комбикорм состоит у нас из зерновых и злаковых, вот, основные ингредиенты вы видите по отсекам. Это у нас кукуруза, ячмень, зерно пшеницное, кукурузная мучка и жмыхи, горох. Смотрите, по процентам примерно до 20% у нас отводится жмыхам. Это протеиновая часть. 7-8% горох. 25% максимум доводим до 30% это пшеница. Ячмень 25-30% и кукурузу мы доводим до 40%. В зависимости от группы, в зависимости от стадии и от корма, эти все проценты варьируются. Комбикорм мы готовим непосредственно для агропарка. Сразу подъезжают кормораздатчики из шнека выводящего, грузится зерно и едет, как говорится, к кормовому столу. Для пайщиков у нас есть бункеры-накопители. В бункерах-накопителях максимум комбикорм задерживается на несколько дней. А срок годности, скажем так, готового уже измельченного корма 2 недели. После 2 недели он уже начинает терять свою питательность. Подробно вопросы задавайте. За 2 недели, получается, успевают спушить с бункеров? Да. Вы рассчитываете, чтобы не более 2 недель? Не более 2 недель, да. Это то, что вы оставляете для других членов, которые забирают отсюда? У нас мы работаем по заявке. Здесь вы скарбливаете? Сразу. Да. С пайщиками работаем по заявке. То есть я им согласовываю рецепт, рецептуру, рацион. Они говорят, у нас потребность на месяц столько-то, в день столько-то. И вот приезжают машины, может, вы видели там газончик. Они так забирают каждый день. Раз-два дня. Развозим сами. А вы говорили еще о том, что меняется рецептура 3 раза за год от корма. Да. Это от молодняка вы считали от какого? То есть от отъема? Вновь прибывшего. Да. До уже заключительного от корма. 6-8 месяцев от корма, да? Да. А вот этот взрослый скот, который, допустим, полторашки вы ставите на от корм. Полторашки? 3 месяца, сказали, хватает довести до кондиции. Да. Ну, если, в принципе, такая жмыхи 20% плюс горох, возможно. А зачем? Как бы маловатый срок, мне кажется. Ну, если он пришел 400 килограмм, бычок. 3 месяца в месяц, грубо, по 50 килограмм он привесит. Месяц 3-пома получается? Месяц, да. Да, но он быстро. 2 месяца всего полного от корма. За эти 2 месяца вы меняете рацион? Конечно. То есть начинаете... На прикорме он у нас один, а на основном от корма уже другой рацион. А есть такое понятие, что как бы, ну, чтобы ЖКТ привыкло даже к... 2 недели. 2 месяца, да. 2 недели. 2 недели. 2 недели. 2 недели. А на самом деле 2 месяца? Нет, 2 месяца это много. 2 недели это реально. Много. За 2 недели видно. Это видно на промывке навоза и на состоянии животного. Видно уже. Вы сою выдаёте? Сою нет. А почему? Дорогостоящая? Дорогостоящая. А кукурузная мучка? Как бы по... Кукурузная мучка... Да, если есть кукуруза. Если есть кукуруза, но её иногда нет. А не всегда. Да. Вы же просто сказали, что... А мучку, да, берём. Она по показателям не хуже зерна кукурузы. Там протеин 10... Почти 11. 10-70 вот так. И энергия. Что? До 40% вы сказали кукурузы. Да, она заключительная. То есть, что кукуруза даёт желтизну на жир быка? Даёт. Но она у нас... Партнёры у вас принимают без всяких вопросов? Нету там желтизны. Мы же не говорим, что мы прям чистая кукуруза. У нас мясо говядина получается светлое. И жир белый, светлый. Значит, тогда кукуруза не даёт желтизну. Не даёт, но тоже. Она не сказать, что она прям такую колоссальную желтизну даёт, не скажу. Потому что если кормить чисто... Но птица даёт, птица быстрее реагирует на это всё. И нельзя сравнивать биохимию именно говяжьего мяса и птицы. Птица, она как индикатор тут же выдаёт. Птицу выращиваем 50 дней. Ну, птица эта моногостричная, да? Да, и у них... У неё всасывание идёт непосредственно сразу из желудка. А крупнорогатый скот полигастричен. То есть, там в рубце происходит куча разных изменений. Если молодняк 6-8 месяцев от корма, то тоже может. Нет, нет. Молодое животное не даст этот желтый жир. Я работала на откормочнике. Мы кормили вообще 10 килограммов на голову, давали только кукурузы. Плющенные, правда, кукурузы. И жир, он не был жёлтого цвета. Единственное, конечно, к концу от корма они журеют. Очень много внутреннего жира появляется. Тогда вопрос. Если по закупке цена... Ну, потому что мы проводили эксперименты. Мы хотели добиться на молочных породах... Мраморности. Но её не добили. Допустим, что купить пшеницу, что купить кукурузу, ценник у них одинаковый. Кукуруза дешает. Сейчас она 8-9 рублей варьирует. То есть 2 рубля всё равно есть. Если я имею в виду одной стоимости корма, предпочтительнее будет кукуруза или... Предпочтительнее и то, и другое в разумных соотношениях. В пшенице тоже есть определённые ограничения. Потому что очень много клейковины, которая склеивает как раз-таки в рубце вот эти ворсиночки. То есть если мы дадим много пшеницы, мы получим ацидозы. Очень быстро. Если вот, к словам Людмиле, да, если пшеница, вот говорит, с ног падает, скот, и начинаются ламиниты, это тоже от избытка именно зерна в рационе. А подскажите, по пшенице вы берёте фуражку? Фуражку и... Или хорошую тоже берёте. Ну, 4-й класс. Ну, просто да, есть. Мы берём пограничную, 4-й, 5-й класс. И если попадётся в фуражку, мы стараемся брать хорошие корма. Чем лучше натурать, тем лучше пшеница, тем меньше поедаемости. То есть если фуражки будет он кушать 6-8 килограмм, то этого он будет там 4-5 килограмм. У нас всегда наша вся пшеница хорошая, она идёт пограничная между 4-м и 5-м классом. У нас протеин не ниже 12-ти. Можем пройти дальше. Ещё вопросы есть? Да, ещё. Я уже был там спросить. Вот по телятам, по докормке вы говорили, чисто вот овёс, больше ни добавок, ничего туда не... Это на пастбищном содержании. На предприятии, на том, была возможность добавлять овёс. И добавляли чистый овёс, да, и не молотый. На том предприятии было... Чтобы было, прибывали. Да, изначально из этого, но овёс так как... Пока он на мамкином молоке, молочный период, зерно будет усваиваться даже целым. Кукуруза ли это будет, овёс, или вы там ничмень ему покладёте, даже не размалывая. Оно будет усваиваться. Как только телёнок переходит уже с молока, сходит, да, он ещё на протяжении, может, двух недель. Просто там есть ферменты, которые, они способны расщеплять вот это зерно целиковое. Как только он сошёл с молока, всё, две недели вы ещё не будете видеть в навозе зерно, через две недели оно появится в навозе. Вот это те две недели, о которых говорится в перестройке именно рубцовой и с чужной частью зерна. Так, слабо, что, допустим, подрастают, именно мне вот всё равно по тембикорму, по составу интересно. Вы начинаете, допустим, с чего и заканчиваете чем? Чем вы, что вы повышаете? Протеиновую группу или... Изначально повышаем протеиновую группу, уже ближе к заключительному откорму энергию. Но стараться нужно держать в балансе, да. Нельзя допускать избыток протеина, потому что потом будет недостаток энергии. И наоборот. Нельзя, как бы, операционно увеличить энергию, потом будет не усваиваться протеин за счёт аммиака. А так, процептура отработанная, да? Да, вот там вот за стеночкой, если вот у стеночки есть, уже готовый комбикорм, можете посмотреть. Олег, можешь там въёмка какую-то набрать, пожалуйста? Да, посмотрите. А какой процент? Есть и по-другому. Сой у нас нет. Соли. А, соль 1%, 50-60 грамм на голову. Исходя примерно вот так, да. Мы комбикорм можем делать по заявке, исходя из вашей рецептуры. Но для птицы желательно бы гранулированный комбикорм, потому что птица может выбирать. Просто знаете, что ты сказал, не процесс ставки, от заявки зависит. Ну, то есть, у нас же много птиц, вот, а... Нет, ну, 100, конечно, килограмм, у нас нет таких пар. А, пока нет. Понимаете, птичьи и рыб тут достаточно. У нас 2 года назад ещё не было, да? Да, вот эти птицы и попадут. Ну, верим, но у нас пока ещё не было, слава богу. Мы как раз собирались его делать, мы только приобрели. Если вы были у нас... Да, 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 установку показали бы, а у нас не было. Если вы были у нас... Поэтому у нас и не птица. Если бы была птица, было бы жёстче контроль. Так, что мы доберёмся? Я на своём... Сейчас, завод. Давай. Вот, да, и наполнили. Ну, не мука, Максим, что ли? Нет. Нет, не мука и муки не должно быть. Отсечка, да. Нормально. Четвёртый, пятый размер сит. Синечка, как пахнет. Может, муки, да. Ну, это что это? Сашнеково, да. Жмых-ракушка, да, не гранулы. Да. В среднем по поголовью, в общем, расход именно комбикорма 7 кг на голову в сутки. Да, вот сейчас можем пройти и всё уже увидеть воочию. Сейчас к основному откорму. Вот, как и я сказала, по периметру база, секции у нас с одной стороны ясли, кормушки с грубыми кормами, в данном случае это солома. С другой стороны бункера с концентратами. В этот бункер вместимость где-то 4-3-4 тонны. Вот он засыпается, и пока по мере поедаемости он расходуется. Бычки у нас здесь, как вы видите, и поместные, поместные мясно-специализированного скота. Они килограмм под 300-400 где? Это не они поели, это ветер. Работники. Работники грызли. И самое главное, о чём я говорила, чтобы был подстил, потому что именно энергия, затрачиваемая, которая на сохранение тепла и всего, забирает много продуктивности у животного. Плиты здесь, там нету плит? Плит нет. Здесь вот именно кормовой стол и плиты только здесь. А там плиты впоследствии накроются, да? Да, планируется это накрываться, вот такого же немножко меньше размера у нас в крытом помещении, этот же баз для этих животных. И так вот 6 корпусов, все они где-то 2, наверное, квадрата, вот так, да. Да, можете прям пройтись по животным, посмотреть. А кастратов вы не пробовали? Кастратов пробовали, у нас даже есть один баз сейчас с кастратами, если я не ошибаюсь, напротив, вот. Они жиреют, они как тёлки растут. То есть большой выход жира внутреннего растёт? Да, большой, да. Ну, не скажу, оно мягче, оно как тёлка. Мрам-мрам. Уже как такового нет. Просто нет такого, да? Да, и цену даём, как затёлок. А кастрата. Здесь вот недавно пришедшие к нам животные, но они уже приучены к вольному кормлению, поэтому только-только начинают оживляться, как говорится. А тёлка есть над кормом? Тёлки есть. Тоже берёте. Да. У быка предпочитаете больше, да? Конечно, у быка скороспелость и продуктивность намного лучше выражены. Тёлки есть тёлки. А если вот по породам, абердин, геррифорд и, допустим, калмык, по привесам есть разница? Да. Геррифорды дадут больше. Геррифорды с абердинами примерно одинаково. Калмык чуть меньше, грамм на 200-100, вот так смело можно говорить, что варьируется привес. А средний привес какой? Но если хороший калмык, он даёт нам полтора килограмма, кило 460 до кило 630 было мной зафиксировано на калмыках. Вот поместные у нас калмычата. Это с какого возраста, Диана Сергеевна? Это вот средний основной откорм, который именно среднее доращивание. Это уже полутора годовалый до немножко от 1,3 до 1,8. Да, вот так. Мы стараемся их сдавать 18-20 месяцев и на убой. Темперамент калмыка хуже. Да. Да. Темперамент калмыка хуже. Вода греется? Вода, да. Тены, да? Тены там. На других площадках там у нас мираковские смячиковые поилки. Здесь ещё просто нет. Будем приобретать. Ну, вода под низом идёт, да? Вода, да, под низом идёт. А это интересует, бывает же пробивание, чтобы не было конкуза, чтобы потом... А сколько людей тут задействовало? Пока не было. Здесь единовременно три скотника обслуживают 4 тысячи поголовья. Они и кормят, они и обслуживают, они и... Но здесь за счёт того, что автоматизировано у нас всё. У нас заезжает при чистке баз ограждениями закрываются животные. Вначале чистится одна половина база, потом чистится другая. Если вот животных всех здесь закрыть, в переднем выгульном дворе, то там в сарае вкрытом вот так вот сквозные базы идут, сквозную. И вот заезжает бобкет, заезжает погрузчик. Они всё это вычищают, вывозят туда. Там у нас площадка прифермская, навозная площадка, да. А сюда заезжают бобкеты, тоже мини-погрузчики. Очищают всё под стил. Скотники у нас только, где вот нужно лопатой помочь, где-то ещё что-то. И солому разрезают тюки. Быки уже солому сами ворошат. Просто поставили тюк. Да, поэтому вот хочу сказать, что в основном автоматизирован труд. И скотники это на корм... Вот самый тяжёлый, один из самых тяжёлых. У нас пока выгрузка комбикорма именно в кормушку. Потому что со шнеком, да, скотнику всё равно приходится стоять, контролировать и лопатой проталкивать, чтобы равномерно выгрузить весь комбикорм в эту кормушку. И так, на обходы ходят. У нас один ветеринарный врач обслуживает всю эту ферму. Вместе со старшим сменой скотником делают обходы. Ежедневно? Ежедневно. Утро, день и ночь. Ну а чистка происходит на сколько часто? По мере загрязнения, скажем так. Сеном не заморачивайтесь. Сеном есть у нас. В основном мы для телят, вновь прибывших. Вот им кормим сено люцерновое и луговое. Эспарцет был. При таком корме концентрированном, да, и соломом. Солома для жвачки. Да, только для жвачки. Солома и ест он 3-4 килограмма в день. Мы пробовали на нашей другой площадке, где есть возможность давать монокорм на кормовом столе. То они наедаются, набукают, а выхлопа с них как такового нет, если вот они едят концентратную часть больше. Да, они, может, где-то в чем-то и здоровее. Где-то у них, естественно, ЖКТ лучше отзывается на тот же самый силос. Мы делали в перемешку силос, патоку, солому и концентратную часть. Привесы сохранялись на уровне 1,3 килограмма. Затраты были меньше. Но животные давали выход меньше. И мясо не было таким плотным, тяжелым. А базы все одинаковые? Да. Размерами и отличаются. А, отличаются. Отличаются, да. Дальше по корпусам больше. Если поступают в одном базу, они их переводят с базы в базу? Нет. Мы стараемся, если вот с момента поступления, по необходимости бывает, что переводим, но так как это быки, и у них, у животных выстраивается своя иерархия, то как они приехали в одной группе, мы стараемся эту группу не разбивать. Максимум, ну если приехало 100 голов, мы разбили на 2 базы. Если это 50 голов одна партия, мы ее не мешаем с другой партией. Может было бы и целесообразнее, допустим, 200 килограммовых всех отдельно, 300 отдельно, 400 отдельно, но начинают драться между собой, повышается травмированность и все прочее. Поэтому и как такового разнобоя среди бычков в одной партии нет. Ну вот вы вот можете посмотреть одну партию. Она, в принципе, однородная. Молочный скот тоже есть, приобретаем для откорма. Но не то, да? Постановку с мясными. Нет, именно на эту технологию откорма они хорошо отзываются. А по сравнению с мясными задержка есть у них. Месяц может где-то, месяц-два. Ну, выход, естественно. Выход у них 52, вот так где-то, убойный. Я вам скажу так, честно. Мы у себя для этого предприятия разработали технический регламент, который у нас разработан институтом. Мы провели все исследования, испытания. У нас есть сертификат соответствия. У нас навоз не является отходом. Это у нас продукт животноводства. Мы в России живем, но почему-то у вас нет. А вот у нас в Зиманековском районе есть. И вот сегодня указывали колхоз Кирова. Там вот именно Ростельхознадзор за то, что с колхозного, ну, с города вывезли навоз. Обозвали, я вообще такого слова не знал. Навозомогильник. Это значит, что там большая концентрация бензопирина. Ну, это видите, это Ростельхознадзор. Ну, вот мы тоже идем к тому, что нужно перерабатывать навоз. Вот был куплен аппарат, то есть навозоворошилка фирмы Абона. И под него купили трактор, который, ну, как, должен быть трактор не меньше двухсот лошадей. По всем это, как бы, импортную технику покупать смысла не было. Поэтому вот пришли к тому, что у белорусов купили по лесе. Как бы он универсальный тихоход, универсальное средство энергетическое. То есть его будем использовать под навозоворошение. Также летом кошение трав, на свал пшеницы и так далее. Ну, с этой фирмы у нас получается в год где-то порядка 20 тысяч тонн навоза. Поэтому мы раньше его вот складировали здесь на площадке. Потом у нас организована еще одна площадка. И раз в год мы вывозили все это на поля. Так как мы члены кооператива, то есть вот вносим на поля своих же пайщиков. Там бактериями не поливаются? Пока нет. Но все это еще, как говорится, в разработке. Посмотрим, как оно себя покажет. Если это улучшит качество компоста, возможно, будем использовать. Ну, скорость нам не сильно важна. Какие препараты, катализаторы? Какие препараты? Продолжение следует...